ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Быть или не быть? Вот еще вопрос. Ну что, как дела, властитель души? Вашими молитвами. А вы что, до сих пор в своем театре сидите? Что, заднеприводной, что ли? Что несешь? Я актером работаю. Ну что тебе, неизвестный актер? Кто это был? Атака, ошибки молодости. Тебе мой му... Догадай. Тихо, нафиг. Тихо, 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 тихо. Он тебе долго нужно. Он тебе нужно. И ты, оказывается, все эти годы лгал и лицемерил. Ну а что делать-то? В Москву рвать. На какие шиши? Вставить банк. Здесь есть ты и я. Мы любим друг друга. До этого момента я хотел жениться на Машке. Но я не понимаю, почему ради этого я должен кого-то грабить, а? Что ты? Что-то сказать хотел? Ну вот и нахрен им оружие. Ты понимаешь, что люди чувствуют, когда я постою до башки, а? Понялась? Ну что до тебя, а? Это ограбление всем на пол! Харе пол! Ты дура встала! Уравнение с неизвестными. Фильм, снятый по мотивам одноименной пьесы актера Владимира Журавлева. Трейлер картины о судьбе артистов, решившихся на отчаянный поступок, чтобы не упустить свой шанс покорить столицу, уже появился в сети. А вот когда состоится премьера фильма, как проходили съемки и другие подробности о картине, мы узнаем прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Георгий Саенко, режиссер картины. Сергей Лесенчук и Денис Фить, артисты театра ТОВ. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как мы все знаем, здесь находящиеся, я думаю, телезрители догадываются, что съемки – это процесс, конечно, непростой. А тем более съемки художественного фильма, да еще и в нашем городе во Владивостоке. У нас нет киностудии, как всем известно. В общем, как решились на такой шаг? Как все начиналось? Ну, начиналось это когда-то, лет пять назад, наш коллега написал пьесу и решили поставить ее в качестве лаборатории в нашем театре Тихотянского флота. Лаборатория прошла успешно, из нее вырос полноценный спектакль, который по сей день еще в репертуаре театра флота. Дальше как-то решили пойти в кинопроизводство, попробовать сами, еще тогда не были знакомы с Георгием. На лестнице, помнишь, на любительскую камеру собрались сами, даже еще разных персонажей пробовали, тех, которые играли, играли в спектакли. Ну, получилось не очень, такое любительское видео, немножко на некоторое время забыли про тему с кино, но потом познакомились с Георгием, который предложил попробовать экранизировать спектакль. Поначалу мы шли именно отталкиваясь от пьесы Владимира, снимая сцены из пьесы, но дальше искусство кино, заявила свои права, скажем так, и свои правила. Пришлось менять пьесу, и можно сказать, что фильм вышел по мотивам пьесы, так что те, кто были на спектакле, видели спектакль в нашем театре, будут очень удивлены и откроют для себя что-то новое в этом материале. То есть сюжет поменялся несколько лет? Поменялся, осталась идея Владимира. Ну, по мотивам, да, получается. Мне бы хотелось все-таки пару слов сказать об авторе, о Владимире Журавлеве. Да, наш коллега Владимир Журавлев работал 8 лет в театре флота после выпуска из Академии искусств. Два года назад, 30 ноября, скоропостижно так ушел от нас. Никто не ожидал, да и он сам. И после этого для нас, мы уже начали тогда съемки фильма. То есть он знал, что уже... Он даже участвовал. Он участвовал, он в сценарном процессе тоже принимал участие. В принципе, сцена, которая сегодня будет продемонстрирована, он присутствовал при ней, да? Да. Он начинал с нами и он даже был не против, да, чтобы вышел фильм. И не против был, чтобы меняли его текст и меняли сцены, потому что он признавал, что правила съемки кино и правила написания пьесы, театральной сцены. Спектакль разнется, фильм. Да. И после этого трагического события мы поняли, что для нас это принципиально. Не то, что... Не просто закончить фильм, а снять качественное кино. По-моему, во Владивостоке еще не снималось своими усилиями такого качественного... качественной драмы были и боевики, и короткометражки, но... Ну, ладно, ничего, я хвалю, захвалю. В принципе, зритель сам определит. Картина, она показывает трагедию не только профессии артистов, да, но и в частности, мне кажется, сегодня это касается очень многих людей и почему пьеса была настолько и сейчас является успешной, да, почему картина, я уверена, что будет пользоваться успехом у зрителей. А вы знаете, вот когда была постановка в театре, на премьере пришли много очень наших коллег. И коллеги, посмотрев спектакль, они говорили, что это не только про актеров, как вы сказали. В каждой сфере все сталкиваются с этой ситуацией. Учителя, врачи, актеры, все равно так или иначе они столкнутся с этой историей. А вот давайте чуть подробнее, конечно, не будем раскрывать всех секретов, безусловно, хочется поговорить о сюжете более подробно. Трое провинциальных актеров, не называется город, какая-то провинция, за МКАДом, скажем так. Далеко за МКАДом. Хотят попробовать себя где-то в Москве, заработать денег, то есть считают, что здесь они уже потеряны для искусства. Хотя кто-то просто хочет денег, кто-то хочет прославиться. То есть у каждого из них разные мотивации. И понимают, что здесь они не пригодились, надо рвать в Москву. Ну, Анна, вы тоже знаете, что каждый выпуск с театрального факультета, примерно половина выпуска едет пробовать себя именно туда, в столицу. В столице. Что неудивительно. Ну да. А эти актеры, уже поработавшие в театре, несколько лет уже почувствовав вкус сцены и не желая играть сказочки для полупустого зала, хотят попробовать себя в Москве. Но с зарплатами актерскими, опять же, ни для кого не секрет, это тоже социальные работники, как и учителя и врачи, у них просто даже не хватает денег на проезд до Москвы и там обжиться, хоть на некоторое время попытавшись куда-то устроиться. Ну, смотри, там получается у каждого героя все равно мысли у каждого разные. Своя мотивация. Да, один хочет именно остаться в профессии, другой хочет деньги заработать, третий еще что-то. Вот и с этими мыслями. Но они хотят попробовать себя в Москве. Им надо в Москву попасть. Цель одна. Цель одна в Москву. Новая площадка, новая возможность. Один хочет попасть в индустрию эту, другой хочет денег заработать, третий все что-то, да. Вот, но первый пункт, это нужно в Москву попасть. Как в Москву попасть? Нужны деньги, да. Долететь туда и на проживание. Вот, с этого все начинается. То есть, они себе больше придумали, наверное, то, что Москва им их чем-то спасет. Ну, это не обязательно так. То есть, просто люди себе в голову вбили что-то и ради этого начинают какие-то выполнять пункты. Так, Москва, значит, нужны деньги. Если нужны деньги, давайте сделаем то-то. Ну, не задумываясь о том, что это принесет и как. Но самое главное, то есть, на этом настаивал и Владимир, это документальная сказка. Нельзя сюжет фильма, спектакля приклеивать к какому-то театру. Хоть и много снимается в театре флота, в доме офицеров флота, актеры из театра флота, театра молодежи участвуют в фильме, все равно приклеивать даже этот сюжет к городу Владивостоку не стоит. Это документальная сказка. Хотя мы фильм обозначаем как драма. Да, квинтэссенция такая. Георгий, а почему вы лично решили именно эту пьесу выбрать? Понятно, что актуальность есть, безусловно, у многих произведений современных, многие из них актуальны. На самом деле, интересным был случай, просто когда мне попалась сама пьеса, то есть в бумажном виде, как-то я сначала не понял ее, потому что там диалоги все-таки были театральные, монологи, диалоги, то есть какие-то вещи. То есть я их, ну, не то чтобы не видел, то есть там в голове какие-то возникали изображения, образы там все, но вот как-то вот потом я пришел, у нас ребят пригласили на спектакль, началось все с какой-то безумной короткометражки, которую мы с Сергеем там задумывали, которая так и не появилась. Не знаю, слава богу. Слава богу, да, но потом вот да, прогресс пошел. Ну, давайте, ну я сказал, что я переделываю все. То есть чтобы готовность была такая. Потому что, ну, у меня свое видение, я там допустим... Да, я передаю тебя, что это, да, на первых съемочных днях, так сказать, Володя присутствовал, вот, на этом всем. И у них начались разногласия с Гошей. Потому что Володя, да, одно видение, у Гоши другое видение. И потом Володя не стал приходить просто, он говорит, все, я доверяю тебе, я доверяю актерам, да, все. Я поставил спектакль, я, в смысле, написал пьесу, поставил Руденок спектакль, а фильм снимает Гоша, ты, вот как это, пьеса есть. То есть чтобы это была своя вещь. Да, потому что Гоша видел свое. Есть спектакль, есть фильм. И мы, как бы, ну, решили, почему бы не будет две хорошие вещи. Конечно, даже раскрывает потенциал самого произведения, самой пьесы, безусловно. Потому что я там, допустим, ну, больше на стороне, наверное, персонажа Дениса, если общий смой. То есть я к каждому из персонажей там хорошо отношусь, я понимаю, зачем они там делают вот ту или иную вещь, да, но, допустим, ближе мне, наверное, это вот, как вот что Денис играл. Потому что он сейчас закончил. Он, наверное, один из немногих, кто об этической стороне вопроса этих всех, этих действий задумался. То есть вот первые двое, они там как-то, как паровоз вперед, а третий, он вот, который Денис, он думает, что правильно ли мы, нет, вообще там идея в том, что правильно ли мы делаем это. То есть он такой у них, ну, совесть. Да, трое, совесть этого трио. Денис, можно пару слов о вашем персонаже? Персонаж, там все, да, все втроем, они очень интересные и разные персонажи. Равноценные. Ну да, да, можно так сказать, что мой персонаж, его зовут, да, Зетт, вот так. Почему, собственно, уравнение с неизвестным? Они берут себе псевдонимы, да, X, Y, Z. Парень, который вырос в деревне, и он очень начитанный, умный парень, и приехал поступать в театральный институт. Отучился, пошел работать в театр, работал в театре, и он тоже понимает, что перспектив мало. Он как бы в провинции работает, работает, денег нет, ролей мало, и вот ему тоже хочется, но он все-таки... Довольствуется малым, наверное. Он, ну, он все время думает, что же будет завтра, что же будет потом, послезавтра. В отличие от героя Сергея, который просто, он хочет остаться в профессии, он хочет в Москву, вот туда, где все весело, хорошо, забавно. А вот Z, он все-таки, он продумывает на несколько шагов вперед. Он хочет семью, он хочет детей, и в то же время он хочет в этой профессии остаться. И поэтому у него много вопросов. Когда ему предлагают эту авантюру, то он думает все равно. Не так, что, а, я согласен, он все равно подумал шаг вперед, шаг назад, ну вот, но все равно он остается со своими друзьями, вот так. Ну, то есть, в пьесе, там, наверное, у Z, это у него была, то есть, он просто соглашался под давлением в разговоре, то есть, а здесь мы, ну, в фильме постараюсь ему, наверное, какую-то, такую достаточно сильную мотивацию дать. То есть, потому что у него есть девушка, ну и как бы, там, у них уже там внутренне такое начинается, противостояние нарастать, то есть, один из персонажей, через эту девушку, грубо говоря, на него надавил, чем-то серьезно. Да, я сейчас уже спойлерю, лучше не буду рассказывать. Давайте сейчас небольшую паузу сделаем, узнаем чуть позже о роли Сергея, подробнее о сюжете. А сейчас небольшая реклама, после чего мы продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Здравствуйте. Что у тебя? Скажите, а вы доллары не принимаете, да? Слышь, валять сюда. Да нет, они настоящие, просто со мной баксами расплатились, а банки все закрыты уже. Я тебе говорю, валять сюда. Костя, покажи выход олигарху. Слышь, то что по вечерам баксами расплачивается, что, заднеприводной, что ли? Чего? Ты что не стешь? Я актером работаю. Ну, актер, известный. Пока неизвестный. Ладно, проехали, давай по тридцатке заберу. По тридцатке угораешь, что ли? Ну, не хочешь, как лучше. Ладно, давай, афиг с тобой. Ну, что тебе, неизвестный актер? А мы продолжаем наш разговор о картине «Уравнение с неизвестными». Мы остановились на герое, которого играет Сергей. Да, называют этого героя Икс. Хитрый, умный, в меру талантливый, амбициозный парень, проработавший несколько лет в театре, понимающий, что у него есть шанс где-то в Москве. И поэтому он, как паровоз, как локомотив, тащит друзей за собой, потому что ему нужны помощники. И можно сказать, что он всю эту интригу затевает. Ну, собственно, вот и самое главное, что могу рассказать по своему герою. И я все время спрашивал у Володи, когда он написал пьесу, скажи, ты этого персонажа для себя писал, под себя? И было удивительно, когда он сказал, что нет, я чувствую себя в игреке. Третий персонаж, к сожалению, коллега не смог прийти. Он на работе. Такой, можно сказать, темная лошадка какой-то. Сергей Костромин исполняет. Да, играет, он исполняет, как такой, вроде размазня, какой-то глупый парень, но амбициозный, считающий себя лучшим из актеров, достойный только таких ролей, как Гамлет и Ромео. И, в общем, в течение пьесы кажется, что он ничего не сможет добиться и вообще проявить себя. Но что он сделает, узнают зрители. То есть, что сделает его персонаж. И вообще, кстати, о пьесе. Сначала мы были уникальны тем, что только в нашем театре написана пьеса, поставлена. На самом деле, она уже разбежалась по всей России. И в Сызрани поставили ее. И постоянно идут какие-то переговоры. И в Хабаровске Сергея Руденко приглашали с этой пьесой ставить. Володе тогда, да, писали, звонили, что хотели именно его пьесу. Были какие-то разговоры об этом, но он не успел это все сделать. Так что интересует людей материал, и о чем начинал говорить Денис, не обязательно артисты, это могут быть и врачи. Просто Вова писал именно о том, о чем знает. Про людей. Он свою кухню знал, и поэтому описать, что происходит в театрах, как человек мучается невостребованный в профессии. Работает на энтузиазме, что уж тут скрывать. Да, да. Да, конечно. Те профессии, которым говорят, денег нет, но вы держитесь, и надо было идти в бизнес, да? Да, да, да. Людям тех профессий посвящена в первую очередь эта пьеса. Про театр можно вообще сказать, что... Мы сверхдержава, сверхдержитесь. Да, да, у моего героя там Вова так и прописал, да? Да. Что он об этом и думает, да. Что почему я... Ну это тоже все в фильме, все будет понятно. Столько книг прочитано, артистам приходится читать намного больше, чем экономистам, как... Людям других профессий. Не хочу, да, не хочу никого обидеть. Это правда, да, это профессиональная деформация. Да, деформация действительно происходит такая... Ну в хорошем смысле. Профессиональный рост, скажем так, потому что артисты вынуждены читать. Да, ну все-таки, как некоторые называют, людоведы нашу профессию. Конечно. Да, то есть тоже психологи некие. Слушай, Сереж, а помнишь, да, когда Володя написал, мне кажется, даже он чуть-чуть выдохнул, да, когда написал это творение свое, потому что он мне написал про себя, писал про нас, про всех. И вот ему очень важна была эта пьеса, этот материал, да. Он написал, и он прям выдохнул, потому что он думал об этом. У него это все внутри сидело. Копилось. И вот, и то, что он нам ее доверил, это очень важно и очень, как бы, так хорошо, и мы до конца сделаем все возможное. И здорово, что он все-таки успел узнать, что пьеса пользуется популярностью, что она актуальна, это замечательно. Ну и плюс, я думаю, что ему бы очень понравился фильм. А давайте, сейчас у нас остается 4 минуты буквально, хочется поговорить, конечно, о том, что происходило на съемочной площадке, как проходили съемки, расскажите нам. Ну, сначала, значит, мы тоже, наверное, как X летели локомотивом, до того момента, как мы столкнулись с тем, что, ну, стало понятно, что мы снимаем телеспект, так как нам пришлось кое-что переделать. И потом выяснилось, что переделать пришлось много, но, слава богу, что все это как-то органично. То есть, сложности, как таковых, я как бы, ну, не видел. Потому что люди шли навстречу, то есть, ну, только поблагодарить всех остается, того же, там, Сергея Руденко, который к себе в театр молодежи пускал, потом, там, кафе всякие, магазин, то есть, как-то, ну... Все шли навстречу, да? Да, вот, да, всем нравился этот материал, всем нравился Володя Журавлев, и все хотели, вот, быть командой, и поучаствовать, да, хоть как-то в эпизоде, может быть, как-то помочь, не знаю. Ну, проблем, наверное, была только с площадками, да? Да, даже с площадками, в принципе, нет, я не сказал бы, что мы могли договориться, как-то, да. То есть, вариабельность присутствовала, так выходило все хорошо. Ну, интересные моменты, как всегда, это, да, когда там съемки с оружием где-то происходят, либо мы где-то снимаем на улице и ждем, когда пройдут люди, пройдут люди или машины проедут, чтобы было... А их же, наоборот, интересуют. Да, все останавливаются. Вот так сделали. А мы-то знакомы. А у нас съемки, там, по-моему, Костромину, да, там, Данила Козловский кричали, как раз мы одновременно проходили съемки во Владивостоке. Они перепутали люди через дорогу, около двух, и кричали, Данила! У нас сцена, да, с бандитами, мы снимаем в гаражах, и приезжают соседи гаражей, они не понимают, что там куча людей, включены фары, что-то происходит, все кричат. Как говорится, идут какие-то терки. Да. Нормальная ситуация. Да, и так... Потом мы доснимались, когда снимали, снимали, а там наверху, то есть, я сижу, звук слушаю, слышно, идет какой-то прям ватага цыгана, на своем, там, это рот, то есть, мы стоим так, мы тут не единственные, короче, в виде поэти. Они, наверное, обсуждали то, что происходило. Нет, они нас не видели, мы их тоже, мы чисто звук слышали. Но он такой... Вот в этом вся проблема, а так все шли на встречу, все команды, все как бы хотели... Это здорово, потому что я была уверена, что вы скажете, что так сложно было чисто технически все организовать, а нет, да, получается, что... Ну, по большому счету, конечно, если финансовый вопрос... Единственное, график, то есть, вот это вот... Ой, ну это да. В одном месте всех собрать, потому что у всех везде всегда работа. Самое дорогое – это время, правда? Ну да, конечно. Это всегда сказано. По этому фильм безбюджетный, можно сказать, что снимаются на энтузиазме. За деньги, может, мы за пару месяцев сняли бы. В общей сложности сколько ушло времени на съемки? Тридцать смен. То есть, да, тридцать смен получилась. Ну, которые растянулись? Угу. Ну, полтора года, можно сказать. Ну, в принципе, как художественный фильм. Ну, мы переснимали какие-то... Зато постпродакшн, зато постпродакшн у нас два месяца, по-моему. А, всего лишь? Я была уверена, что... То есть, это цветокоррекция, это обработка звука, там, все. То есть, как-то вот так зашло. Причем, ребята с Москвы на встречу пошли, кто цветокоррекцию делал. То есть, нам там за смешные деньги вообще копейки. Ну, на самом деле, за это огромная благодарность Георгию, потому что весь фильм, если бы не он... Ну, не было бы фильма. Это я не кривя душой. Спасибо. Ребята, ну... Вам спасибо, что согласились. Остается-то, собственно, посмотреть картину «Уравнение с неизвестными». Расскажите, когда, где? Все уже хотят. Честно, мы сейчас не знаем. То есть, у нас была ошибка с прошлых фильмов, когда мы начали там даты перемена. То есть, этим будет заниматься только в диалоге с кинотеатрами. То есть, если вдруг появится дистрибьютор, потому что с Москвы, ну, так, одним глазом смотрят, интересуются. Но не сказать, что они прямо там навстречу бегут, давайте им. То есть, дистрибьюторы, скорее всего, какие-то мелкие будут. Пусть небольших там... Экранов Бондарчука количества мы не получим. Ну, по крайней мере, пока. Вот. Но, тем не менее. Мы целимся на конец зимы, февраль. Февраль, начало марта, может. Потому что думаем на ночь в театре, в театре флота продемонстрировать одновременно с каким-то спектаклем, с какой-то премьерой в Доме офицеров флота. То есть, ну, это мы говорим. Это все пока получится, не получится. Ну, можно будет узнать в любом случае из социальных сетей об этом. Я думаю, что зрители Владивостока с удовольствием придут. Желаю вам удачи, успехов. Да, трейлер, кстати, в кинотеатре. Спасибо, они в их сниме, они нам помогают. Вот сейчас. То есть, уже можно посмотреть будет. В общем, скорейшей вам премьеры новых проектов. Спасибо огромное, что пришли к нам сегодня. Спасибо. До свидания. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на «Восьмом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова